Последний бой. Война. Я. Помню. Проект Артема Драбкина. 18 октября 1944 года войска Третьего Белорусского фронта вступили на территорию Восточной Пруссии. Конец нацистского рейха уже предрешен, но сопротивление немецких войск оставалось упорным и ожесточенным. Впереди были взятия Кёнигсберга, Висло-Одрская, Восточно-Померанская операции и, конечно, битва за Берлин. Как это было? С каким настроением дрались в Германии советские пехотинцы, танкисты, артиллеристы, летчики? Словом, все, кто сломил сопротивление гитлеровцев в последних боях. Как в действительности складывались отношения с союзниками, как наши солдаты относились к местному населению, как сами немцы встречали войска победителей. Об этом рассказывает новая книга «Последний бой» серии «Война. Я помню» проект Артема Драбкина, где собраны уникальные воспоминания участников этих сражений. Винник Павел Борисович. Стрелок 1374-го стрелкового полка 416-й стрелковой азербайджанской дивизии. «Одер» мы форсировали по льду под Кюстрином. Мы отразили две очень сильные немецкие атаки, и там же, под Кюстрином, был мой первый рукопашный бой. Именно рукопашный, а не штыковой. Второй был в Берлине. Мы выходили на улицу, и как у него, так и у меня могло оторвать голову. Штурм Берлина. Я никогда не забуду о боях в Берлине. Причем там такая интересная вещь. Берлин – город удивительный. Так безалаберно, несмотря на немецкую пунктуальность и аккуратность, построен. Бои под Берлином шли очень сильные. Мы к этому времени не один город брали. И Варшаву, и Кишинев. Это там у меня друг погиб. Каждый город имеет свою специфику. Но Берлин – город особый. Он очень большой. Очень. Одни подступы. Пригород. Мы шли со стороны аэродрома. Немцы драпали удивительно. Все было уже ясно. Когда мы стали подходить к центральным районам, где стояли большие дома, имеющие гранитный фундамент, начались проблемы. Скажем, идет улица, и на перекрестке дом, у которого нижние этажи превращены в бойницы. Немцы простреливали всю улицу. Никакой танк не может туда попасть. Или, например, прямая улица, но на ней все здания имеют гранитные основания, а вдоль зданий – амбразуры, и немцы простреливают всю улицу. Попробую ее взять. Полное идиотство было бы вводить танки, как сделали в Грозном. Не может танк участвовать в городском бою. Это липа. С третьего этажа зажигательную бутылку бросаешь, и танк взрывается со всем, что в нем есть. Было решено брать пехотой. Около шести армий замкнули Берлин. Немцы сопротивлялись очень сильно. Некоторые сдавались, но драчка была сложная. Пехота играла в ней решающую роль. Танков было, дай бог, но в город они не шли. А пехота шла. Надо было освободить центральную улицу. Салкин собрал нас. Как будем? У меня есть предложение. Говори. В городе есть черный ход и парадный. Если заходить с черного входа, можно через квартиры верхних этажей выйти в парадный подъезд другого дома. Немцы дали населению команду не закрывать квартиры. Мы этим воспользовались. Вдвоем с бойцом мы прошли в указанный командиром дом. Во дворе стояли походные кухни, лежали ящики с минами. И немцы там сидели. Буквально через 40-50 минут я остался один, а напарник вернулся и привел туда всю роту. Мы спустились на третий этаж, открыли окна и забросали немцев гранатами. От них месиво осталось. И улица была открыта. Вот что такое, когда командир думает о судьбе своего подчиненного. Разные были. Были такие, которые могли положить всю роту. Сами жители находились в подвалах. Города были пустые. Входишь в дом, горячая кастрюля, а жителей нет. Они боялись, как чумы. Думали, что будем мстить. И было за что. Сколько нашего населения уничтожили. Но мы действовали по приказу Жукова. Если немец сдается, не убивай. Бросали листовки. Сдавайтесь, гарантируем жизнь. Все этажи жилых домов открыты, а они сидят в подвалах. Вот вы спрашивали насчет половых контактов. Мы бежим, немки нас видят и сами ложатся. Дурочки! Нам не до этого. Они готовы были на все, только не убивайте. Мужики поднимали руки, а они ложились. Потом поняли, что русские не убивают. Мы были с противотанковыми гранатами, не с лимонками. Это более мощное оружие, и еще на нее можно разрывной панцирь надевать. Взрыв был страшнейший. Участие пехоты, наше участие в боях за Берлин было основным. Потом подтягивали саперов, а на окраинах стояла тяжелая артиллерия. И танки на окраинах стояли, только десанты работали. Каждому подразделению полку и роте было выдано знамя для водружения над Рейхстагом. Но все зависело от направления. Мы дошли до Александра Плац, где потом погиб Берзарин. Сел на мотоцикл, рванул, отказали тормоза. Мотоциклист насмерть. Ему сломало позвоночник, и он скончался. На улицах жуткий огонь стоял. Под ногами валялись оторванные головы. Было месиво. Бои были очень страшными. И чем ближе к центру, тем опаснее для жизни. А жить хотелось. Вот еще один квартал, дом, атака и все. Пахнет победой. Сделаешь неправильный шаг и привет, Шишкин. Сколько ребят потеряли. У меня было несколько атак из окопа, но таких, как в Берлине, ратных в один строй атак никогда не было. Когда подается команда вперед, каждый делает это по-своему. Кто ползком выбрасывается, кто рывком. По-разному. Пять шагов и упади. Потом следующие шаги. Перебежками. Жить хотелось. Знамя было у каждого. Но не каждому суждено было его водрузить. Мы попали не в Рейхстаг, а во дворец Фридриха, напротив Рейхстага. Он уникальный по красоте. Прямо музей. Задняя сторона река Шпрее. Пусть небольшая, но она его защищала. Мы успели дойти до Бранденбургских ворот. Даже ближе. Потом там было посольство СССР. Когда я после войны приезжал в Берлин, то все это вспоминал. Центр сгорел весь. Разобраться, где наши, где немцы, было невозможно. Мы, рота автоматчиков, были при штабе полка. В нашем полку было три батальона и вспомогательные подразделения. Матчасть, машинная рота и другие. Целая комплектация. И вот мы были со штабом полка. Честно говоря, было ощущение близкой, ближайшей победы. Каждый мыслил, какая она будет победа. И вдруг к утру стало тихо-тихо. Что такое? Мы не могли понять. Снаряды кончились. И вдруг по рации. Немцы капитулировали. Не стрелять. Ждать распоряжений. Немцы шли колоннами на окраину города по определенным улицам, которые им отвели. На углах стояли автоматчики. И они бросали оружие в кучу и дальше шли без оружия. Их построили в колонну. Когда казалось, все, уже стрелять не надо. Первый раз, когда объявили полную победу, это было 2 мая. Ура! Победа! Мы стреляли, орали. Потом прибегает парень и говорит. Во втором квартале за тем поворотом склад амуниции. Там такие хромяги. Это хромовые сапоги. А мы же в кирзе. Человек пять пошло. И вот нет и нет их. Тогда этот парень нас повел. Двух мы не нашли, а трое лежали с прострелянными головами. Там была засада. Когда закончились бои, на все центральные улицы, где стояли части, были выдвинуты походные кухни. И немцам раздавалась горячая еда и хлеб. Первые две недели после победы мы стояли в переулочке. Был такой переулочек в Ассергасе. А потом нас перевели в трептовские полицай-казармы. В Трептов парк. Но проживание военных в городе приносило многие неприятности. Было очень строго в отношении выйти на улицу. Иногда нас замполит посылал за пивом. И один раз меня комендантский патруль арестовал, когда я в очереди за пивом стоял. Нас посадили на губу. Только за то, что мы ходили по улицам без разрешения. Пиво было потрясающее. Но если увидят комендантский патруль... Привели в комендатуру, сорвали погоны, посадили на гауптвахту. У нас не было документов на выход. Очень было строго. Только вечером меня освободили. Даже после победы случалось, что бойцы погибали в засадах. Гибли люди и по непродуманности, и по небрежности. Тогда был введен режим строгой оккупации. Нас вывели из центра, из Трептов парка, в город Цоссин, в 30 километрах от Берлина. Это еще в Айсензее. Там позже был знаменитый штаб всех оккупационных войск. Штаб гарнизона стоял в Белом озере. Это очень красивый, элитный район. Но и при таком строгом режиме пропало 12 ребят из подразделения в составе нашего полка. Оказывается, на территории этого лагеря был бункер-конус на случай бомбежек. Часто ребята туда заходили, спускались вниз, и оказалось, что, решив посмотреть что и как, они нашли ход, который вел 30 километров до Берлина. Там были военные заводы, изготавливающие оборудование. И когда они это открыли, то пропали почти на неделю. Это была удивительная история. Берлин был поделен на несколько секторов. Английский, американский, французский и наш. Наш – самый центр. Раз в неделю менялись объекты охраны. Мы несли охрану Рейхсканцелярии. До сих пор помню, что Рейхсканцелярия хорошо сохранилась. Мы сменили первую команду и несли охрану. Там был аудиент-зал, где Гитлер награждал своих. И там в стене были сейфы, где хранились ордена Рейха. Мы набирали их, у американцев меняли на сигареты. У нас не было сигарет. Самое лучшее – Беломорканал. А так махра. У немцев же сигареты были. Валялись прямо на улице целые блоки сигарет. Мы брали, курили. Потом один из наших распотрошил сигарету. Оказалась пропитанная никотином бумага. Когда я попал на фронт, то не курил и не пил. Но в зимний период можно было согревать руки, раскуривая папиросу. И так я начал курить. Тогда же у меня появился фотоаппарат. Очень интересный, знаменитый Цейс. Я уже говорил, что мы несли охрану Гитлеровской канцелярии, а там раньше сидели всякие немецкие флигель-адъютанты. Я зашел взять бумагу, письмо матери написать. Открыл ящик, а там фотоаппарат лежит. Когда я общался с немцами, немцы мне сказали – это Зергут. В расцвете Германии в 1938 году корова стоила 30 марок, а аппарат – 300. Вот какой был аппарат. Когда был первый обмен денег, то я его продал за 17 тысяч, чтобы матери помочь. А потом тут же начался обвал. Эти 17 тысяч перешли в 30 рублей. Вот так я камеру и потерял. Интервью Артем Драбкин